Сегодня мы с вами попробуем сделать 14-ю и 15-ю страницу из Дафьоми вкратце. Я хотел несколько отдельных здесь деталей обсудить. Я уже говорил, что вся эта сутки связана в основном с ритуальной чистотой, в том числе описываются разные гизейры и разные установления, которые сделаны были в разных поколениях разными мудрецами. И тут очень интересно описывается, например, что еще в поколении Йоси бен Йоэзера, это было поколение как раз, когда еврейский народ преследовали то, что привело к восстанию в результате хашмынаев, маккабеев. Это восстание было в поколении сразу после смерти, гибели Йоси бен Йоэзера фактически. Йоси бен Йоэзер говорит Медраш нам, что он погиб как раз Аркиду Шашем, его убили за соблюдение заповеди. Это было время правителя Сирии, греческой культуры. Мы их называем греками, но это были сирийцы с греческой культурой. Остатки империи Македонского после его смерти империя разделилась. И вот одна из частей в Сирии, его полководец и потом потомки его, это селевкиды так называемые, и его большинство царей в тех местах называли Антиохи. И вот Четвертый, Антиоха Пифан Четвертый, он был тот, кто вошел в нашу историю как главный враг еврейской религии, который запретил соблюдение заповедей вместе, кстати, с коллабораторами среди евреев, теми евреями, которые тоже хотели еще тогда, больше двух тысяч лет назад, сделать наш народ более современным по тем временам, более похожим на греков. И, тем не менее, народ сбунтовался, и в результате у нас сегодня праздник Ханука в память об этой победе. Так вот, Геосебен Йозер жил как раз до этого, и он погиб как раз во время этих преследований. И интересно, вот его Гизейры в его время тоже поучительно, мы знаем из многих источников, что и самих слов Хазаль, что не всегда мы знаем из их собственных слов все причины на Гизейру. Если есть какое-то постановление Хазаль, то могут быть другие причины, которые они нам не сообщили, даже более главные причины иногда они нам не сообщают. Так вот, здесь явно кажется очень многим комментаторам, что причины главные были связаны именно с ассимиляцией. Он, смотрите, сделал нечистым вообще хуцла арес, то есть вне земли Израиля стало ритуально нечистым, тогда же люди очень серьезно соблюдали все, что связано с ритуальной чистотой и нечистотой. Так он сделал все, что связано с неземлей Израиля, нечистым ритуально, и вдобавок сделал нечистым, что принимал нечистоту стеклянная посуда. То есть фактически он сделал так, что только можно будет евреям в земле Израиля производить стекло. Если стеклянную посуду сделали не в земле Израиля, она уже нечистая, тем более, если не евреи сделали стеклянную посуду, она уже нечистая, и очистить ее невозможно. Окунуть в микву стеклянную посуду невозможно было, чтобы очистить. Сегодня мы новую стеклянную посуду окунаем в микве, но это совсем другой закон. В отношении чистоты и нечистоты ритуальной получается, что Вагезейра явно была направлена не только из-за каких-то технических причин, связанных, как здесь Талмуд описывает, с чем на что похож стеклянный сосуд и так далее. Но вот из Тора стекло не принимает тумы вообще, не принимает нечистоты вообще. А он практически отделил евреев от неевреев именно в отношении стеклянных сосудов, которые, видимо, были дорогие, символ аристократии, символ богатства еврейского, когда какой-нибудь еврейский аристократ покупал себе красивый стеклянный сосуд от грека, а теперь уже не мог. Теперь все это было нечисто в ритуале. Вот такая Гезейра. Еще здесь описывается на странице 15, мы сегодня делаем две страницы, потому что завтра суббота, и я стараюсь заранее уже сделать и суммировать немножко урок, который на следующий день будет. Здесь описываются Гезейры Шамая и Хилала, самих Шамая и Хилала. Мы говорим часто про Бет-Шамая и Бет-Хилала. На прошлом уроке говорили про вот эти 18 Гезерот, но это уже было в период гораздо позже, почти 100 лет после самих Шамая и Хилала, около времени разрешения храма. Так оценивают время, когда вот эти 18 Гезерот были сделаны. А вот сами Шамая и Хилала, у них диспутов было не так уж и много, всего три основных диспута. И здесь описывается несколько интересных идей, я хотел с вами их обсудить. Во-первых, говорится, что Шамай считает, что чтобы Микву сделать посудной, нужно, чтобы туда попало 9 кавов воды, обычной воды. То есть Миква вообще, если она уже кошерная, если там есть 40 С, это минимальный размер Миквы, несколько сотен литров, чтобы человек мог не полностью окунуться, тогда уже она не станет не кошерной, если туда добавить обычную воду, просто из ведра. Но если Миква еще не полная, еще нету там 40 С, тогда если туда налили воду из ведра в определенном количестве, то вся Миква становится не кошерной. Теперь уже сколько не добавляют дождевой воды, сколько не нальется туда автоматически натуральной воды, уже Миква кошерной не будет, пока не выльют эту Микву и не сделают заново. Так вот вопрос в том, сколько воды Шиови, сколько воды, которую принесли в ведре, сделает не кошерной Микву еще не полную. Шамай считает, что это 9 кавов, это много очень, он здесь более мягок получается, чем Хилал. А Хилал, говорится, считает, что это один хин, но он это так называет, интересно, милохин, полный хин. И говорит здесь заодно, это Мишна в трактате Эдуйот также, в трактате, где подобные свидетельства приводятся, есть такой трактат свидетельства. Там много разных тем, не одна тема, как у других трактатов, на разные темы свидетельства разных мудрецов. Тут говорится, что Хилал сказал милохин, потому что человек обязан говорить, как говорил его раввин. То есть он дословно произнес, как его раввины произносили, милохин. Вопрос почему, да, что именно здесь, в чем именно Хилал цитирует дословно своих раввинов. И в результате говорится, что халаха не как кто-то, не как другой. А пришло каких-то двое работников, которые еще из ворот, так сказать, некоторые объясняют, что шар Ашапот, это было ворота, где мусор выносили. Или, может быть, выносили залу с жертвенника. Но были такие ворота, они еще в Танахе, в книге Нехемии упоминаются. Сейчас есть такие ворота, хотя не факт, что это те же самые. В всяком случае, они пришли и просвидетельствовали от имени Шамая и Автальона, то есть мудрецов еще до Хилала и Шамай. Просвидетельствовали, что три лога, это самое строгое мнение, еще меньше воды, если налили из ведра, уже делают микву Никашена, если микву Неполная. Так вот вопрос в том, что именно Хилал здесь сказал от имени своих раввинов дословно. Некоторые объясняют, что его раввины были как раз Шамая и Автальона, раз так, то они были Геремы, или потомки Геремы, они плохо произносили, картавили, не могли произнести букву Хэй как следует. Поэтому они говорили ин, а не хин. И Хилалу не нужно было произносить, в принципе, мелохин, полный хин, потому что и так слово хин значит, да, это библейский размер определенный, хин, 12 логов. Слово хин всем известно, и не нужно было говорить мело. Они говорили мело, потому что иначе их не поймут, что вообще они произносят, потому что ин выглядит, это совсем другое слово, значит, да, по-арамейски ин. Но когда Хилалу произносил, он-то мог произнести без слова мело, и тем не менее он произносил как его раввины, потому что обязан человек продолжать произносить как свои раввины, мелохин, хотя он хин произносил правильно. Но на самом деле есть сложность с этим объяснением. Вильнинский Гаон примерно так объясняет на базе того, что объяснил Рамбама от имени своего отца, хотя Рамбам не совсем так же объясняет, но это как бы развило объяснение Рамбама вильнинский Гаон. Но Дород Рейшоним находит проблему с этим объяснением, потому что тогда непонятно, если Хилалу так осторожно цитирует своих раввинов Шамая и Автальона, то почему тогда же стать халлах как какие-то двое, кто просвидетельствовали от их имени, что Шиур все-таки три лога. Если он так тоже процитирует, он должен на Хилала тогда полагаться, что он лучше знал, что Шамая и Автальон говорили. На самом деле соглашается Дород Рейшоним с объяснением Раши, но не совсем тоже как Раши, потому что вся проблема в том, что а кто эти раввины Хилала, кого он цитирует? Это не Шамая и Автальон, говорит Дород Рейшоним. Это его раввины из Бавилонии. Хилал, без сомнения, в зрелом возрасте учился от Шамая и Автальона, мы это знаем из трактата Псахима и из других мест. Но сначала он учился, его основное знание было в Бавилонии от каких-то своих бавилонских раввинов. Поэтому он продолжал их цитировать так, как они говорили. А почему они говорили Хин? Раши приводит, что они использовали именно библейское измерение Хин, считая в Торе, в следующей главе, кстати, вообще Хин будет нередко упоминаться, слово Хин в Торе, в предыдущих главах было. Хин это определенный размер, 12 логов. Но вот очень часто упоминается слово Хин в Торе, и они использовали именно библейское слово. Вопрос почему? Потому что, говорит, в Торе, в Торе, в Бавилонии были разные измерения, не такие же, как в Израиле. Даже в разных городах Бавилонии были разные измерения. И если бы они использовали какое-то измерение, то нужно было бы в каждом городе переводить его на то измерение, которое в этом городе принято. Поэтому они выбрали библейское измерение, которое всем известно. Но когда Хил пришел в землю Израиля, и там были приняты определенные измерения, которые он мог использовать, то есть перевести то, что сказали его раввины, в измерение, которое принято было в Израиле. Он это не сделал, а продолжал говорить слово Хин, потому что так учили его раввины. То есть в этом идея, что человек обязан повторять как свои раввины дословно. Хотя он мог перевести и объяснить в Израиле как те измерения, которые там были приняты в этот момент. Еще здесь диспут насчет того, какого размера теста отделять халу. Тут есть разные объяснения, в чем именно диспут. Мы в каждом диспуте хотим понять корень диспута, в чем именно смысл. Так вот из русско-тамуда выглядит, что диспут Шамая и Хилала в том, сколько трапез, какое минимальное количество теста, на какое количество трапез получали евреи в пустыне. Мы же получали омер, омер это определенный размер, десятая часть эйфы, то есть примерно треть от Сеа, три десятых от Сеа. В каждой эйфе это десять омеров. Омер получается примерно около трех литров по некоторым подсчетам или может быть меньше немножко. Вес же муки меньше, чем у воды. То есть один кубический сантиметр муки весит не грамм, как вода, а меньше. Поэтому получается, что если, скажем, взять около двух килограммов муки, то по размеру это будет не два литра, а может быть почти четыре или три с половиной, что-то такое литра. В общем, есть большой вопрос, сколько это оценивают еще как минимальный размер сегодня, которому мы следуем. Это не как Шама и не как Хила, между прочим. Но размер, который мы следуем сегодня, который дальше упоминается в этой мишне, это пять четвертей, но опять же эти четверти тоже менялись. В Израиле несколько раз менялись размеры по сравнению с тем, какие они были во время пустыни. В общем, там получается довольно запутанное, я не хочу вдаваться в технические детали. Но вот сегодня оценивается это в примерно сорок три и пятой части яйца. То есть если средние яйца в те времена, взять их объем, некоторые их оценивают как пятьдесят с чем-то кубических сантиметров, некоторые оценивают их почти как сто кубических сантиметров, то получается это сорок с чем-то яиц. Это получается тогда либо меньше трех даже литров, либо больше четырех литров. Вот это количество муки, а по весу, соответственно, это будет либо меньше двух килограмм, либо больше двух килограмм муки. И столько, сколько нужно взять, чтобы можно было отделить хану с благословением. Сефардин берут обычно по весу где-то килограмм шестьсот шестьдесят шесть грамм. Так считается минимальный вес. Но, понимаете, мука может быть более и менее тяжелая, это просто примерные такие расчеты. Кстати, все вот эти размерности, о которых мы говорим, это когда замешали тесто, а не когда оно поднялось. Потом тесто поднимается, оно становится вамного больше. Но если вот муки взяли примерно чуть больше полутора килограмм, то обычно уже можно с брохой отделять хану, по мнению сефардских авторитетов, из тех, кто следует меньшему шиуру, меньшему размеру яйца. Как бы там ни было, вот хиловый шамай, у них другие размеры немножко. И разница между ними, согласно русинскому талмуду, сколько трапез человек съедал, вот когда он умер, ел в пустыне, сколько это трапез, две или одна. Там еще есть более тонкие, я немножко упростил, там более и большие тонкости, на что еще тратилось. Там не так все просто. Но на самом деле есть сложности с этим объяснением русинского талмуда. И некоторые решения объясняют, что это по другой причине здесь. Размерности связаны с тем, сколько нужно минимально дать халы, когда отделяют одну двадцать четвертую или одну сорок восьмую, чтобы был хотя бы там размер какой-то приличный, чтобы дали. И на этом основан диспут шамай и хилова. В всяком случае у нас получается халаха идет не как тот и не как другой, как и в предыдущем случае. И идет халаха, что пять четвертей, как я уже сказал, это получается в подсчетах средних яиц, времени Мишны, то считают, что это сорок три и пятая часть яйца. Кстати, гематрия слово хала так подсказывает. Хала гематрия имеет сорок три, а последняя буква как бы подсказывает хей пятую часть. Хей гематрия пять. Еще здесь интересную информацию нам дает талмуда историческую. В каком поколении жили какие из мудрецов? И это, в общем, совпадает из того, что мы знаем в отношении нееврейских царей тоже. Мы знаем, что Ирак пришел к власти порядка ста лет до разрушения храма. И вот здесь описывается, кто были Несиим в этот период времени. То есть Хилал, он тоже стал Наси где-то в это время. То есть говорится, что Хилал, потом был сын Шимон, потом следующий был Гамлиэль. Мы его называем рабом Гамлиэль Азакен, старейший на рабом Гамлиэль, потому что это первый из этой династии по имени Гамлиэль. Было много. Потом был Шимон, его сын. Его звали рабом Шимон Гамлиэль, который погиб, видимо, при разрушении храма. Вот они все были Несиим, были главами еврейского народа в религиозном плане. И не только в религиозном. Вообще лидерами еврейского народа были Наси, дословно принцы. Это библейское слово, оно, кстати, будет в этой главе, в икра упоминаться. Ашер Наси Яхета, если согрешит Наси, специально даже Корбан. Но вот здесь Наси в более узком смысле, это был Наси Сангедрина, глава Сангедрина. Он в основном был религиозный именно лидер. Но в более общем смысле это понимают как царь. В общем, принц переводит. Значит, они были Насиим, Хилал, Шимон, Гамлиэль и Шимон при храме еще. И вот последний вот этот, Рабан Шимон, Гамлиэль, старший, он умер при разрушении храма примерно. И потом после него был Рабан Гамлиэль следующий, второй Рабан Гамлиэль, который был в Явне главой. И потом был опять Рабан Шимон, Гамлиэль. Это был отец Реби, автора Мишны. Потом был Реби, его звали Игуда, Раби Игуда Анаси. Потом его сын опять Гамлиэль. В общем, получается, что это очень большая путница. Как минимум три есть Гамлиэля в период Мишны и два Рабан Шимон, Гамлиэля. Во всяком случае, нам здесь удается с помощью этой Брайты узнать, во всяком случае, что-то про хронологию событий. Это очень помогает, когда мы пытаемся вычислить, кто при каком времени был. Я уже рассказывал в другом месте, что Йосиф Лави упоминает каких-то Полио и Шамай, которые были, когда пришел к власти Ирод. Так вот вопрос это Автальон и Шамайя или Хилал и Шамай. То есть Шамайя и Шамайя очень похожи. По-гречески было непонятно, о каком из них идет речь. А вот кого из них он называет Полио? Полио вроде не похоже ни на Хилал, ни на Автальон. Это явно какое-то греческое произношение или немножко изменение одного из этих двух имен. И то, и другое можно как-то представить. И Автальон можно как-то представить, что по-гречески его назовет Йосиф Лави Полио. И Хилал можно сказать, что по-гречески он его назвал Полио. Вот вопрос, о ком из них идет речь. То есть это Шамайя и его коллега Автальон или Хилал и его коллега Шамай? Кто эти двое? Так вот больше, большая часть наших мудрецов согласились. В последних поколениях вообще столетиями занимаются. До этого вообще не было особенно доступа к писаниям Йосифа Флавия. И не пытались, так сказать, разобраться точно с историей. Но вот в современных поколениях уже последние больше ста лет мудрецы, такие как Дора Таришаним и другие, пытаются со всем этим разобраться. И вот в основном они соглашаются с тем, что все-таки это был Шамай и Хилал, которые в период Ирода были главами Сен-Хедрина. Хилал был главой, Наси, а, соответственно, Шамай был Авбедин, как говорится, тоже на втором месте, что ли, тоже очень важный лидер еврейского народа. И на этом мы сегодня закончим наш урок. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok